Ребенок-почемучка ежедневно задает сотни вопросов. Его интересует абсолютно все. Значение услышанных слов, назначение предметов, причины различных явлений природы. Перед ним открывается мир, полный загадок и тайн. Множество зачем и почему сыплются на родителей ребенка, который пытается понять и освоить этот мир. Ответы на неожиданные и порой сложные вопросы и взрослые дети смогут найти в серии «Почемучкины книжки». В них простым и увлекательным языком авторы знакомят читателей с физикой, геологией, химией, ботаникой и другими науками. В книге «Для чего человек дышит» автор-врач Вера Иванова рассказывает о том, что происходит в организме, когда мы делаем вдох и выдох, какие органы нашего тела участвуют в дыхании. Ребята узнают, как кислород путешествует по нашему телу, почему мы якаем и кашляем, какие бывают носы и как нужно правильно дышать. Если человек вдыхает через рот, то в горло попадает холодный неочищенный воздух. Такой человек часто болеет и к тому же в его организм поступает недостаточно кислорода. Дышать нужно через нос, потому что в носу воздух очищается и согревается. Очень важно по возможности дышать свежим воздухом. Спорт и активные игры очень важны для легких и всей дыхательной системы. Прекрасную тренировку дыханию дают бег, плавание, катание на лыжах, коньках, роликах, самокате, велосипеде, а также походы и занятия йогой. Книга «Кто без ног ходит» познакомит читателей с такими животными, которые умеют передвигаться без ног. Иногда даже очень быстро и человеку не угнаться. Есть и такие существа, которые, обладая ногами, не ходят. Кто-то плавает без плавников и летает без крыльев. Черная мамба – ядовитая змея из Африки, может ползти со скоростью 20 км в час и ноги ей для этого не нужны. У лягушек ноги длинные, а они все равно не ходят, прыгают. У курицы есть крылья, но она не летает. А устрицы, кораллы и морские желуди всю жизнь проводят неподвижно, накрепко приклеиваясь к скалам и леднищам кораблей. В книге «Для чего коту усы» Виталий Танасийчук рассказывает о самых важных органах чувств – о вонянии, вкус и осязании. Нужны и полезны они не только людям, не менее важны они и для животных. Любят ли кошки сладкое? К сладкому многие животные относятся так же, как люди. Обожают сладости мыши, крысы, любят их и лошади. О собаках и говорить нечего. Вспомните, как они выпрашивают кусочек сахара. А вот кошки к сладкому равнодушны. Они его просто не чувствуют. Книга Анастасии Мещеряковой «Как устроена земля» расскажет о том, откуда на земле взялись моря и реки, горы и пустыни. О загадочном подземном мире нашей планеты. О тектонических плитах и их передвижениях. О том, что находится в самом центре земли. О вулканах и землетрясениях. И об огромной толще воздуха, окружающей землю и называемой атмосферой. Земная кора вместе с верхней частью мантии составляет твердую оболочку земли, литосферу. Возможно, когда-то эта оболочка была целой, но со временем в ней появились разломы и трещины. И в конце концов она разделилась на плиты. Сейчас мы можем насчитать восемь таких плит. Книга «Почему небо голубое» расскажет о свете, темноте, цвете и обо всем, что с этим связано. Почему небо голубое? Почему солнце желтое, а на закате красное? Почему мы загораем? Как видит глаз? И почему кровь красная, а трава зеленая? Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый – основные цвета радуги. Но между ними есть удивительно тонкие переходы, которые называют оттенками. Бронзовый, янтарный, вишневый, салатовый, лимонный, лазурный, лиловый. Получается, все возможные цвета вокруг нас – это частички радуги. Потому что радуга – это и есть солнечный свет, который рассыпался на разные краски. Из книги «Куда идет электричество» юные читатели узнают, что такое электричество, каким образом человек его получает, как электричество попадает к нам в дом, для чего используется, зачем и как его считают, как унести электричество с собой и многом-многом другом. В самом начале 19 века русский физик Василий Петров, проводивший опыты с огромной электрической батареей, открыл удивительное явление. Между двумя кусочками древесного угля, присоединенного концам этого гигантского вольтового столба, вдруг возникло ослепительное свечение в виде дуги белого пламени. Именно этот эффект изобретатели использовали потом в первых электрических лампочках. Серия «Почемучкины книжки» создана для детей младшего школьного возраста, но будет интересно и детям помладше. В «Почемучкиных книжках» отсутствуют сухие факты и скучное определение. Именно такая подача материала позволит не только получить ребенку новое знание, но и вызвать настоящий интерес к изучаемому вопросу. А красочные иллюстрации удовлетворят любопытство каждого «почемучки». Субтитры создавал DimaTorzok